Уважаемые коллеги, дамы и господа, мне бы было сегодня огромное счастье быть здесь и участвовать в этой большой международной конференции, посвященной войне 1815 года. И я хочу горячего поблагодарить организаторов этой конференции за приглашение ученого дня, и я хочу тоже просить прощения за мой французский ассорт. Доклад мой будет «Геополитические цели и наследие войны». И, как мы все знаем сегодня здесь, в деците, Наполеон написал мир со своим братом Александром. В этом конференции как объяснять цепочку событий, которые привели к катаклизму, к этой войне, которая настояла больше всего человеческих жизней во всей истории войн 12-го декады Европы. Каковы бы были геополитические и политические цели конфликта? Каковы бы были его последствия и геополитические влияния? Чтобы ответить на эти, на мой взгляд, важные вопросы, я разделила свое преступление на три части. В первой части я расскажу о целях Наполеона накануне кампании и его взгляде на русскую идею. Во второй части я рассматриваю русскую должность зрения, обращая внимание на политические и геополитические цели, которые происходили в Александре войне. Наконец, я буду говорить о последствиях русской кампании, остановиваясь на геополитическом значении лимонской и французской кампании, которые привели к тому, что император Александр I вошел в Париж в марте 1814 года по гладьер армии корицы. Прежде чем говорить о целях, которые ей преследовали Наполеон, начиная кампанию, остановившись на взгляде Наполеона на Россию. До 1805-16 года Россия не находится в сфере основных интересов французского императора. Он воспринимает ее в меньшей степени как самостоятельную державу и в большей, как элемент военной и дипломатической игры, которую он ведет сам. Но с 1806-17 года его суждение становится более негативным. Император упрекрает, как я считаю, русских неуемных амбиций. Он сожалеет о политической агрессии России, отношении Польши, отношении Интерии и Терсии. Он тоже возвращается к мысли, что со времен Икра Великого русские замучляют макиявериевский план мировой экспансии, который оправдывает выступление войны против них. Наполеон, параллельно с этим, он не стесняясь играет в спугающем образе отстанной и коллективной интелли. В октябре 1807 года он упоминает, говоря о русских тьму фанатиков и бавров, которые покушаются на цивилизовом его. Терзий, конечно, немного меняет разгляд. Союз, которого Наполеон прочитывается, а своего брата Александра способствует изменению статуса России, а также отношению к ней французского императора. Отмене волей Наполеона, который дарует ей шедеврый договор о соответствии и дружбе, русской Интерии становится при великой губанной партнером Франции. Но в то же время Наполеон все еще хочет держать Россию на периферии европейского континента. Он делает отобвинуть Россию к ее границам, то есть в север и особенно Кавасту. Отправить Париж на следующий день после подписания французского мира посоль Торстой не ошибется в этом. Он пишется так. Взгляды Монапарта на наш счет очевидны. Он хочет сделать из нас азиатскую державу, ставить нас к нашим старым границам. Как свидетельствует недавно переизданная переписка Наполеона, подготовка к войне начинается в первые числа с амбициозными террами. Поводом к началу конфликта служит несобудение России континентальной блокады и, как следствие, нарушение техзитских соглашений. Но, в действительности, у войны две задачи – ослабить Россию, чтобы ослабить Англию и вынудить Россию признать существование делительной французской инферии, которая, простираясь до Центральной и Восточной Европы, интегрирует в конечном итоге Польшу, восстановленную расчет Руси и России в форме государства союзника Франции. А что же царь? Каков его взгляд на Францию и на намечающиеся конфликты? Александр I – не хотя большой вариант с Францией, который он считал чрезвычайно дорогостоящими вызванными обстоятельствами их руки. В действительности Александр I был вынужден признать превосходство Франции в Центральной Европе на Балькане и принять вместе с великим Герцовском и Варшавским конституцию эмбриона польского государства под французским предъявлением в русских границах. Он тоже вынужден согласиться соблюдать коммунентальную блокаду, несмотря на то, что Англия – черный экономический партнер России. Кроме того, он читает этот агент хрупким и исключительно вызванным обстоятельством. Для него Наполеон остается тираном, которого нужно будет постараться победить, как только представится возможность, так как неудалимые амбиции Наполеона представляют опасность для принципов дегитимности и баланса придержанцем, который был Александр I. «Через год после Титзита, в период приготовления и датейских перфортов для здоровья встречи с Наполеоном, он пишет своим латинам. Наш интерес вынуждает нас в последнее время закон заключить честный агент с Францией. Мы сделаем все, чтобы доказать всей нашей искренности, договоротства наших поступков. Нужно, чтобы Франция подвергла, что ее политический интерес может совпадать с интересом России. Как только у нее исчезнет эта вера, она будет видеть в России только врага, которого в своих же интересах попадается уничтожить. В начале 1811 года, после дела, связанного с указом, который увеличивал почтину на французские товары, и кризиса, связанного с Герцозом в Альденбуре, Александр I готов к тому, что конфликт с умертнет с минуты на минуту. И в это же самое время на всех франках – политическом, военном и дипломатическом – страна готовится в войне. Российский интерес включается в губную дипломатическую деятельность, особенно в направлении Англии, Швеции, как для себя работа, и даже Артаманской империи. Эта дипломатическая деятельность сопровождается интенсивными военными деятельностями. В течение этих лучших месяцев русская армия реорганизована по Украине военного мистра батареи Витомии. Ее личный состав значительно увеличится и улучшилось качество подготовки. Наконец, Александр I не остается в стороне и в отношении общественного мнения. Он устанавливает цензуру, поддерживает юридическую журналов и панфлетов националистского и франковского только, а также назначает на ключевые места людей известных своей нелюбой ко всему газету, как, например, Федор Раскопчинка. Александр I опасается эффекта обольщения, который Наполеон, дитя-дикой развлечения и французской революции мог произвести на русскую эльфию. Речь идет о том, чтобы, отменяя их период, сплотить общественное мнение в патриотическом праве Парижа против Наполеона, так, чтобы скрепить как можно быстрее священный союз народа и его государства. Только он позволит одержать всех над опасным врагом и победить в войне. Эта жизненно важная цель, так как речет за собой сохранение империи, независимость и суверенность России. Но для Александра Черкова война вписывается в глобальную перспективу, выходящую далеко за рамки франко-русских отношений. На самом деле, на кем стоит место России в Европе. Курцовник, отступление Наполеона и жертвые возвращения во Францию в 9-й армию, личный состав которой уменьшился до 10-й части призвания в нее солдат, были достаточными, чтобы говорить о русской победе. В такой контексте не было необходимости продолжать войну за пределами Немана. Кроме того, с точки зрения мальчара, полных крафт французского императора, были бы выгоденны не Россия, а Англия, которая присвоила бы себе все преимущества одного. Поэтому Курцов был против продолжения войны. Надо тоже сказать, что для Курцова будущие и настоящие интересы России находятся не в нападной Европе, а в атаманских интересах, на Барканах и тоже Азии. Но Александр Червей не разделяет эту точку зрения. Для него, как это были хорошо показаны в последних работах Доминика, обеспечение безопасности России требует продолжения продвижения в немецкие земли, затем во Франции, чтобы раз и навсегда окончить с Наполеоном. Так как по мнению российского императора, Наполеон, опустившийся на одно колено, но не окончательном подержении, рано и поздно переворочится и снова придет к наступлению. Кроме того, тогда на международной Армении сохраняются колебания в частности вокруг польского вопроса. Поэтому нужно воспользоваться слабостью Франции для достижения двух целей. Свинуть французские полки за лень, чтобы обеспечить безопасность Российской империи, и окончательно освободить Европу от французского тирана, чтобы радикально перестроить континент в соответствии с новыми ценностями. С 23 ноября, обращая к Ростовщине, царь воздает данные, принесенные московским населением жертвам, и утверждает, что Россия ущербом, который она понесла, приобрела свет, спокойствие и славу спасителя Европы. И месяцем позже Виннюс, в день своего 35-ти века, Александр Первый заявляет французскому, что он спас не только Россию, но и всю Европу. К этому моменту Александр Первый вписывает войну в европейскую перспективу, а не только национальную. Цель от меня не только под теми Наполеона, но и план возрожденных и реконструкций Европы. Война и неладия Российской империи – серьезные последствия в территориальном и геополитическом плане. А держать победу, Россия надеял свою цель, как крупного актера в переговорах, сначала по двум парижским договорам, затем по аргентским договорам, который сформирует до мировой войны, карты Европы и ее границ. И нужно подчеркнуть, что Россия извлекает вывод после окончания эпохной наполеона. В территориальном плане ее последние завоевания в Финляндии и Сарагии были не аспортными. И цена своей победы и огромных жертв вызвания войной, Александр Черный добивается того, чтобы было создание польского царства, связанное с Россией, которому он предоставляет вскоре конституцию и широкую автономию. В дипломатическом плане Россия будет давить на новые границы Франции. Во имя баланса держав, принципа, которому царь будет ключ к безопасности и меру Европы, он откажется, чтобы Франция осталась уничтоженной и униженной в результате двух парижских договоров. Россия будет также играть определяющую роль подторгивая Бургонов дать Франции Конституционной Эльхартии, чтобы обеспечить ей мир внутри страны, которая, как кажется Россией, являлась залогом стабильности Европы. Наконец, в геополитическом плане Александр Первый стремился к настоящей реконструкции Европы на новых основаниях. Патриотическая война – это только крестный путь для императора России, который вышел из него глубоко преображенный. В нем открыт для себя Богом в момент этапизма от ныне верующей, если не сказать, мистик, он охвачен мыслью своей, от всех ответов у мистик перед Богом и мечтает учредить новую эру о словами на братском и христианском согласии европейских суверенов. Исходя из этого экуменического подхода, в июне 1815 года, Александр Первый предлагает русскому и австрийскому суверену подписать Священный Союз. Принятый в сентябре текст подчеркивает необходимость способствовать укреплению братских отношений между тремя монархиями в соответствии с принципом христианского человеколюбия. Это проект, это очень интересно, не возник тогда. Он не разнится из ничего. Действительно, десять лет раньше в городе Александра Первого возникает план сменить Европу Наполеона, то есть Европу, которая управляется силой и находится под французским господством, на Европу, которая будет образована в форме федераций миролюбивых государств, которую государство будет входить по своей сожженной инициативе, и которая будет соблюдать принцип равновесия. секретные инструкции, которые он направляет своему другу графу Новосельцева в ноябре в 1884 году, которые направлены в Лондон для приговоров министром Битом, свидетельствуют об этом проекте. Но насколько в 1884-15 годах проект Европейская федерация был известным политическим проектом, без религиозной составляющей, насколько в 1815 году, наоборот, европейский проект изменил свою природу. В результате эволюции личности государя он отращивается теперь религиознее цвета. Но проект не такой же реакционный и консервативный. Тогда для Александра I в совершении союз совместен с либеральным и конституционным принципом и не случайно в одно и то же время задарует Конституцию Царскую Кольскую и поддарывает Людовика XVIII даровать французам Конституционную Квартию и вскоре предложить франции Гургонов примкнуть к его Вершенному Союзу. Будем позже Александр I предлагает французскому принятым листам Леон Горсы переговорить по соглашению об общем разоружении. Но будущий слишком многотортий предложение поручает отказ. В дальнейшем, как развитие международного контекста, ознаменованное подъемом либерального и национального движения, так и эволюция личных деталиалов, которые еще больше становятся консерватором, побуждает пересмотреть основные планы и из них не видят ничего конкретного. Но несмотря на их права, эти планы свидетельствуют о новой реальности, о которой я хочу заказать заключение. Война сделала из России могущественную, активную европейскую державу. Как в территориальном плане она подвинилась на Запад, контролирует от нее большую часть Польши, так и в юридическом, дипломатическом и психологическом плане. Этим измеряется масштаб поражения над помеоном, который стремится удержать Россию на периферии европейского континента. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok